Сейчас. Вот это фарш хека замороженный. Я, наверное, если не забуду, я уже делал фарш тадака замороженной котлеты, фарш в ососе замороженной. Какого бы так? А раньше мы делали индейки замороженной фарш котлеты, а это уже фарш хека. Добрался я до него и расскажу, как из этого фарша хека делать. Вот такая фигня в Виладис. Сколько грамм? 62 гривны ВТБ я купил. Сейчас я его достал размораживать и расскажу, как без ничего, без всяких добавок, быстро сделать котлеты из фарша замороженного феха. Ты хочешь сказать, что я не буду себе держать? Да ладно, ты скажи, что тут сюда входит еще раз. 64% феха и 94% остальных рыб. Так. Соль кухонная, вода. Каких остальных? Зубатка, футасу, судак, пикша. Ого, и кто пикша? Пикша. Зубатка, футасу, судак и пикша. 30 с чем-то процентов и 64% этого хека. Соль кухонная, вода, регулятор кислотность. Соль кухонная, вода, регулятор кислотность и все. Значит, надо всегда читать, потому что фарш замороженных бывает разный. И надо считать, что туда входит, чтобы знать, что туда еще можно там по минимуму добавить. Еще видно, что он не подбегает, повторно можно морозить. Да, один раз заморозили. Если разморозили, то уже. Так, что тут пишут, как готовить? Разморозить, перемешать, нагреть пательню, додать масло. Заработать из фарша невеликой котлеты. Можно обвалять в панировочных сухарях или в муке. Так. И жарить с двух сторон до утворения ромяной оскаринки. Подавать сметаной или зеленью. Все чудово, так легково приготовить справа. Ну вот мы ее и сделаем. Ну пока это у нас будет размораживаться, мы себе тут голем жарим. И этот, я думаю, пирешечку сделаем, салатика. Так, ну, пусть размораживается. Живнемся, когда разморозится. Ты идешь делать котлеты? Почему? Да ты матерись, я тут все слышно. А, да. Прошло 3 часа. Интересно, так получилось. Смотрите, сколько жидкости с нее вытекло из заморозки. Вот эта жидкость, это все фигня, которая на массу влияет. И, соответственно, на фарш. Иди посмотри, сколько воды с этого фарша растаяло. Иди, глянь. Ну, пожалуйста. Помоги мне аккуратно слить. Не, ну, помоги слить аккуратно, чтобы это все в ко... Не помоги, тебе в состоянии слить. Я просто мне одно, я же снимаю это. Да, буду снимать, ты сливай, не буду в мачках. А как, а как слить? Куда ее слить? Я просто в эту... Не бойся. Ну, это жидкости или будем ее выжаривать? Смотри, вот видишь, вот это такое. Ну, посмотри. Что? Смотри, смотри, смотри. Я же сказала, что будет еще больше стадий, еще больше воды будет. Да? Да. Зачем так много воды? Давай скорее разминаю вилкой и жужжат подлетать. С водой это? Не, воду сливай. Я снимаю, давай. А куда ее слить? Крышкой придержи, сливь раковину. Крышкой придержи. Сейчас она сейчас шлюпнется все. Я вас, давай сниму. Ты сниму. Крышка, придерживай, сливай. Ой, вылетит, летит. Ты что, еще идет? Ладно, все, не надо. Придержать рукой вот эту фигню. Так, хорошо, что мы не размяли это все. И вот эта фигня. Руки помняли все. Это так. Да не будет он в рыбу. Хм, это интересно. Так. Мы разминаем. О, мой, какой он, смотри. Как этот. Теперь надо точно туда сухаришку одержать. Как почти. Не, ну я посмотрю. Там, ну, нам, обязательно. Ну, во-первых, тут нужно приправ добавить. Потому что мы как мы читали состав, то, что у рецепта не написали, это хорошо, но он как бы не полностью. А приправа нам понадобится черный молотый перец и чеснок надо натереть на терку. Чеснок не почистишь? Нет. Ладно, сейчас приготовлюсь, потом возьмем. Так. Так, черный молотый перец. А я бы не найду, ты какой-то поставил здесь. Слегка поперчить. И чеснок на мелкую терочку натереть. Пару зубчиков, потому что это не такие котлеты. Так, что там написано, я вообще собирался без этих, без померинок. А какая мука? Там есть кукурузная крупа, кстати, пропадает. И вот этот зубчик мы сюда отправляем. Вот как я теперь вот это вытащу? Что? Ничего. Помой, пожалуйста, терочку. И размешиваем. Соль мы не добавляем. В принципе, можно так пальчиком помочить и попробовать на соль. Фу, вонище такое. Ну, может, оно получится нормальное. Она и так липкая, куда уже его? Тут ни яйца не надо. Нет, ни яйца не надо какое-то. А давай что-нибудь туда добавим. Кукурузную крупу. Да, я дам. Зажги огонь, пожалуйста. Сейчас. До спички. До спички. Так, есть такая фигня, называется. Такота, которая, чтобы мыши погрызли. Давай лучше бы ее добавим. Это ж новое. Что, это лепит? Мы так чуть-чуть прямо туда ее и фигнем. Чтобы не панировать. Она немножко у нас. Не поймал? Да нет. Чуть-чуть она хотя бы. У меня есть котлетки снять, а потом котлетку. Не, я так добавляю в середину, для того, чтобы они немножко стали такие, ну как бы. А котлетку сформировать? Ну, ложкой буду я формировать. Все уже не надо? Не надо, да. Чуть-чуть, чтобы они поплотнее стали. Так размешать. Буквально капельку, чтобы подсушить. Если у вас оно суховатое, то не надо. У нас оно такое мокрое. Я даже в руки возьму, но все слипнется. Куда его там панировать? Брать дождь. Давай сухари сюда фигнем. Так имелось в виду, обмакать сухари? Та они все равно уже там мыши обоссали. Давай посыпай. Я не буду после мыши обоссать. Формировать, ну попробуй попреку. Пару котлеток. Я хочу ее формировать. Я хочу так. А кто же пакаре на ноги кидал? Они дорогущие, они посыпают. Ну а как я их буду? Вашу их буду брать, они все слипнятся. Товелочку можно сыпать. Два на досточку посыпать. А потом ты возьмешь руками. Это просто каждой котлетой рук не сыпать. Я уже. Так. Я считаю, мы тут монологи, диалоги и так далее. Кому-то ничего не знаю. Чтобы вы не подумали, что мы не знаем, что делать. Мы знаем, что делать. Я не знаю, что делать. Что? Ну не знаю. Берем масло растительное. Этот. Дистиллированное. Как оно называется? Рафинированное. Ну слово. Сейчас. Ну как зачем? Так. И мы разогреваем сковородку, ставим ее на большую огонь. Где укропа ставить? Кого? Укроп. А у нас есть укроп? Укроп. Замороженый. Замороженный укроп. А только, кстати, надо достать, рядышком положить. Есть приправы для рыбы, но они с солью, поэтому мы не хотим туда пигачить. Хек, что там хек? Хек просто поперчили и посолили. Солить не надо, потому что просто поперчили. И немножко просто подсушили. Можно, конечно, взять батон размять туда, добавить. Он еще больше подсушит. Они такие будут более рассыпчатые. Но нам оно не надо, что мы яйцо не добавляем. Хотим, как бы, ощутить натуральный вкус в 64% фарша кето. Тем более, тут, кстати, еще и зубатки. Зубатка, кстати, очень жирная рыба. Так, разогревается на большой огонь. И, как бы, берем, формируем котлетку. Желательно это делать с ложкой. Ну, можно и с вилкой. И вот так ложим ее на сковороду. Немножко так разминаем. Ну, вот так, такими аккуратными кусочками. Тайвер. Ну, желательно, чтобы эта фигня не перелипала к сковородке. Вот так. Вот такие кусочки. Ну, мы их потом приплюснем. Придавим, когда они схватятся с одной стороны. Ну, кто любит наблюдать сиденья на унитазе, что там внизу происходит. Ну, на что-то это и так похоже. Так, и такая красотища. Подаваем. Ползаем. И вот так мы на большой огонь поставили. Главное, чтобы оно не прилипло. Масло мы не пожалели. Видите, тут свой 3-4 миллиметра. И вот так оно вот сейчас жарится. Нам нужно слегка вот так помочить. И вот так, чтобы они отстаться от сковородки. Но лучше пока ничего не делать, чтобы не размазывать. А подождать, чтобы оно немножко все-таки обжарилось. Охренеть. Можно так, наверное, что-то первую поддеть, посмотреть, что оно там. Ну, в принципе, видите, оно не прилипает, как бы, более или менее нормально. И переворачиваем. Мы переворачиваем потом. Нам нужно, чтобы они пожарились у нас 2 минуты на большом огне. С одной стороны. Да, снимаем. А что такое? Только не громко пупы. Так, прошло 2 минуты, и мы переворачиваем на другую сторону. И вот тут чуть-чуть мы расплющиваем. Да, я слушаю. Да. Да. А можешь мне дать телефонную, Паша, я как-то не знаю, как у них там дела, что там они сделали, или можно что-то? Не, ну так я... Не, не общался. Так позвоните, это ваш, ваш инженер с ними постоянно общается. Ну, у него все-таки день рождения, я не хочу двумя, Слава. Где у меня телефон, Паша? Ну, у меня проблема, у меня простой телефон, который без вайбера, без скринайбера. Я могу выписать, а потом только перезвонить. Ну, давай, мне устраивает, не переживайте, не звоните, а потом... Вот так чуть-чуть их приплющиваем. А, тут вообще развалили в сторону свежая шляпа. Так, прошло 2 минуты с другой стороны. Тут оно вообще поприлипало. Так. А я знаю, что оно, почему прилипло. Я случайно огонь уменьшил на средний. Надо на чуть больше поставить. А это, где-то он суховатый, сухов? Так, а толку что-то в муке, оно внутри все равно это огонь еще не слипается. Надо было яйцо добавить. Ну, как бы первое, как бы этот, учебное. Ну, как всегда вы жарите, как он всегда поведет. Потому что фарш на фарш не приходится. А, раз на раз не приходится. Мне надо теперь тарелку, куда это все фигню выложить. Две минуты с одной стороны. А, так, уже две минуты прошло. И теперь мы переворачиваем еще на одну минутку на первую сторону. И теперь еще по минуте с каждой стороны. Огонь должен быть средний или чуть выше средний. И не стесняемся доливать растительное масло. Масло, ой, угоняет рыба, да? Когда жарите, убирайте этот полотенце, чтобы на запах он не был. Открыл, привет. Может, в комнате будете? Да, да, да. На, закройте. Так, и еще по минуте. То есть, две, две, одна, одна. Можно, конечно, три плюс три, но все-таки хочется посмотреть, что происходит с обратной стороны. И, как бы, в качестве контроля. Вот многие говорят, жарите котлеты сначала с одной стороны, а потом с другой стороны до готовности. Я такой, что я могу вообще по пять раз как-то стороны по 20 секунд жарить, пока не убедусь, что там все нормально происходит. Ну, в данном случае, две плюс две, одна плюс одна. Так, прошла минуточка. И еще раз переворачиваем. Как говорится. То есть, второй раз это, как бы, контрольный. Вот это все, чтобы пооплетало, можно по отдельности поджарить. И еще по минутке. Итого выходит на чуть выше среднего огня по три минутки. Конечно, цвет у них такой, у них вполне рыбный. Рыбу, если бы жарили, такого цвета бы у нее бы не было. Ну, в принципе, вот так вот, видите, у нас появляется место. И мы можем выкладывать следующие котлеты. Моя мать пока все котлеты не выложат со сковородки. Она следующую партию не выкладывает. А я буду выкладывать. А я вот так делаю, вот так выкладываю, видите, ее наверх, чтобы она немножко подсыхала и стекал с нее этот лишний жир. А потом еще котлеты. Видите, я накладываю одной вилочкой, потому что она грязная. А снимаю другой вилочкой. Вот так. Видите, я ее поднимаю наверх, пока не вытаскиваю. Чтобы она все-таки стекло немножко лишнего жира сняла. И вот так потихонечку мы... Вот такая вот эта тут желтая. А, это я плохо размешал. Кукурузную крупу. И так потихонечку, видите, мы удаляем котлеты из поля. Сковороды внутрь дела. Выкладываем. И забираем. Все, теперь видите, вот эти... Конечно, последнюю нам некуда делать, видите, уже немножко у нас уже вытащили. Был бы я богатый на бумажное полотенце. Я бы сейчас... Идти полотенце... Такая большеватая попала. Ну, теперь задача вот эту фигню... Туда... Так-то... Влепить. Чтобы она туда влепла. Так, ну, это уже не влезет. Это какой-то мы накидаем сверху на какой-нибудь маленький. То, что вы видите, уже на котлеты не формируются. Но пока у нас там оно сверху как бы еще не пристало, мы на какую-то вот так его добавим. А потом, когда расплеснем, оно туда перейдет. Так, ну... Первая уже две минуты точно прошла. Ну, перед тем, как привернуть их, на всяких случаях, вот так надо вилочками обработать, чтобы они отстали от этого, ну, вы поняли, от дна. Вот, видите, в некоторых местах она и прихватывается. Вот это уже две минуты для нее прошло. Процедура та же самая. Мы берем ее и... Переворачиваем и немножко ее раскрыткиваем. Переворачиваем. Это все происходит... Да? На дне высочи среднего. Переворачиваем. Переворачиваем. Ну, то есть, это, видите, даже все излишило. Так, и теперь две минуты с этой стороны. А потом по одной минуте. Те черненькие? Что? Чёрненькие что такие? Ну, это... Да. Ну, это... Круто. Да. Угу. Здесь еще сыры? Да? Ну, да. Ну, да. Я их жарил по три минуты с коллективом. Две, две, одна, одна. Круто. Ну, подержали ремешку это. Да не надо было тут. Положить туда это. Ну, да. Кукуруза. Тоже не надо. Вкусно. Хочется их на паровой бане протушить. Угу. Они будут более мягкие. Так вот, чтобы они сильно не было. Помыльку. Та еще не вкусная. Ну, не сильно не соленая, можно было приправу получить. Не надо. Не надо. Так. Пошло. Прошло две минуты. И теперь по минуте. Видишь, они тут. Три. 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 Шесть. Восемь. Пятнадцать котлет. Пятнадцать котлет. Пятнадцать котлет. Пятнадцать. Я думаю, что там шеста, а тут восемь. Давай тебе их протушим. Все вкусно. Да? Ну хорошо. Атоматом не надо ничего мало? Там кетчупом? Томатом и кетчупом? Нет, куда такого? Все вкусно, мне нравится. Ну слава Богу. Так накрою, они все в стихии будут вообще. Так вы будете спарить или не будете спарить? Так вот помыть мне надо что-то сказать. Я решил их на всякий случай еще на пару подержать. Это тогда, когда у вас там не дожарились ли они. А дальше держать их на огне не имеет смысла, потому что они сгорят. Поэтому после этого можно сделать паровую баню, да? Я расскажу, тут у нас приспособление, и заодно и покажу, как я держу их на пару. Так, это прошла еще одна минута. И теперь финишные перевороты. Ну вот же все. Так, это жена помыла сковородку. Мы наливаем сюда воды, горячую. Ну много не надо. И у нас такая фигня есть. Надо легкие? Конечно. Вот последняя лимуточка. Опускаем ее. Вот такие, видите, ножки. Это как раз для паровой бани. У нас она вот так закипела. Ну понятно, сейчас закипит, я положу ее. Вот видишь, как раз хорошо вот так. А эти фиговины? И мы отпустим сюда котлеты, она там будет выкипать и за счет пара в этой фигне котлеты. Так уже прошли время, теперь можно это все выкладывать. Так она же не закипела. Какая разница, что везет. Ну кидаю котлетки. Сейчас закипит. Оно. Или ты думаешь, что она сейчас над водой развалится? Да, чтоб не развалилась она. Конечно, желательно, чтобы она уже вода была горячая. Ну это я просто так уже, мне уже сильно нет. Накрывай крышкой, так быстрее закипит. Главное, чтобы эта крышка не мешала. И всех я учу, как только горячая сковорода, и мы на нее выливаем холодную. И на контрастных, и не надо никаких моющих средств. Так хорошо она все отмывается. То есть, когда на раскаленное льете холодное, можно сразу все отмыть. Ну, так же само, когда на холодное льете раскаленное. Такую сковороду. Помою старинку. Ну, так бы она вообще прилипла. Так закипела у нас, видите, и теперь на пару мы его подержим. Три минутки буквально. Под крышечкой. Для того, чтобы... Не то, что у меня... Они готовы, потому что жена уже лупает. Ну, они снимают лицо. Их лупает. Ну, для того, чтобы просто это так... Чтобы они стали мягче, потому что это снаружи, это корочка. И... А мне воняет рыбой. Для меня лучшая рыба это... Ладно. Крабовые палочки. Дай мне этот, пожалуйста, тарелку. Куда мы их переложим. Ну, жене понравилось. Мне больше лососем в томате. Ну, да. Кстати, консервы лосось в томате продают в стервы рыжки. Кто делает лососевый фарш. В томате тушишь. Ну, там я-то добавлял даже шкар, батон, да. И морковочки тушил в томате. Да все тебе заняло. Класс. Так, три минуты. И еще полторы минуты подождать. Так, это я. Ну, вот, прошло три минутки. И теперь и так можно взять за вот эти две штучки. Аккуратно, не надо одной рукой-то. Опасно, Лев. А я шучу. Давай я проснимаю. Не бери одну эту. Это горячее не надо. Ну, зачем ты это делаешь? Я подержу. А вот так интересно, можно их взять? Да. Давай я буду снимать двумя руками. Везми через тряпочку. Дай тряпочку. Ну, что ты положишь? Все. Вот они уже готовы. На пару. Вкусные котлетки. Так, фотосессию и еще одну финальную дегустацию. Пока я отвернулся и ждал, пока три минуты закончится, а жена похитила. Вытащила котлетку, слопавшую. Пахнет фаршем. Она уже две съела, а я одну. Надо посчитать, чтобы она больше не съела. Так, ну, на запах. Вот видите, она стала уже мягкой. Мягкая. Пахнет фаршем эсхека. А на вкус. Ну. Ну. Конечно, в столовых советского союза, какие-то более вкуснее. Рыбные. Ну, это тоже ничего. Ну, если фарш стоит в среднем где-то сто двадцать гривен за килограмм, то как бы на свою сумму вкус. Затягивает. Всем всего хорошего. С вами был я и котлеты из замороженного фарша. Сюда-ка. Ой. Херка. Да, и смотрите там в описании я, наверное, все-таки выложу вам ссылки на другие замороженные фарши. В общем, я могу сказать вам, это тоже. Смотрите. Пожалуйста, я попробую. Пожалуйста.